Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео я хотел бы рассказать про свою любимую эксклюзивную серию игр для консолей Xbox. Перед началом видеоролика предлагаю рассказать вам в комментариях про свою любимую серию игр и перед тем как мы начнем, ставь лайк, подписывайся на канал и забирай подписку кинопоиск HDMulti по моему промокоду, который вам даст бесплатно 60 дней и при помощи данной подписки вы сможете посмотреть режиссерскую версию Лиги Справедливости от Зака Снайдера. Лично я посмотрел, мне капец как зашло, поэтому советую и вам. Короче, не упусти такую возможность и ссылку на активацию я как всегда оставлю в закрепленном комментарии под видео и давайте начнем. Многие практически постоянно меня спрашивают про любимый эксклюзив, про любимую игру консоли Xbox и да, у меня такая имеется. А если быть точнее, это не игра, а целая серия игр и называется она Gears of War, вернее называлась, сейчас она называется просто Gears. Знакомство с этой серией у меня произошло в далеком прошлом, когда у нас братом появился Xbox 360, покупка первой части этой серии получилась вообще внезапной, мы как всегда пришли в магазин, дабы выбрать для себя что-то новенькое и моему брату чисто по обложке понравился Gears of War. Ему, во-первых, посоветовал ее продавец и я где-то слышал о друзей или откуда-то слышал, что это одна из лучших игр для Xbox. Естественно, все эти факторы потолкнули нас к покупке и, соответственно, мы ее приобрели с еще кучей игр. Первое знакомство с этой игрой прошло, наверное, не так удачно, как покупка. Признаться, первый раз, когда мы включили Gears, она, к сожалению, нам не особо понравилась. Во-первых, она была какой-то сверхмрачной, не очень привычной в управлении и даже показалась немножко сложной. Я пробовал ее проходить, наверное, раза три. Если что, мне было тогда, по-моему, лет 12 и как-то, в общем, меня она не цепляла почему-то. Окей, долгое время она лежала, пылилась и на Новый год нам дарит второй геймпад, мы начинаем проверять все игры на наличие второго игрока и Gears of War упал под этот параметр. Я не знаю, что произошло, но вот именно с этого момента, мне в том числе и брату, Gears of War невероятно понравился. Офигенная атмосфера, харизматичные герои, вся эта брутальность, пилища, ланцер и прочие игровые элементы мне невероятно понравились. Но больше всего мне изначально понравилось именно наличие кооператива, который позволял играть вместе с братом. И классность была в том, что кооп был выполнен не только для галочки, а для важности второго игрока. Дело в том, что в гире второй игрок нужен не просто для помощи оживления в каких-то сложных ситуациях, но а еще для разделения обязанностей. Практически в каждой части есть игровые элементы, которые разделяют вас так, чтобы вы взаимодействовали и помогали друг другу. И в этот момент и раскрывается вся суть этого кооператива, от которого я кайфую до сих пор. Самый сок в гире, который нужно прочувствовать, это ее механика. Да, первая часть ей похвастаться может не особо, но так или иначе это зародитель элемента укрытия, который с последующими частями только улучшается. Экшен, куча саранчи, брутальность, это все гирзу вор. В итоге после прохождения первой части, выходит где-то через некоторое время вторая, я о ней узнал журналы мира фантастики, там была информация о игре. Ну а также тизер ролик, где Маркус с живым щитом бежит в рой саранчи. В итоге мы стали ждать, интернета раньше не было и добыть информацию о каких-либо играх лично мне было сложно. Источниками были лишь друзья, у которых был интернет, или какие-нибудь журналы. И вы не представляете, как-то по ТВ, кстати по ТВ была редкостью увидеть что-то игровое, выходит выпуск о этой игре. Показывают нововведения и как вы догадались мы просто пулей полетели в магазин. Нам очень повезло, что эта игра все-таки была на полках и в итоге мы с братом захлеб ее начали проходить. Вторая часть серии получилась намного сильнее, чем предыдущая, намного сильнее сюжет, мрачнее обстановка. И как-то все это пробирало прям до души. Новые игровые механики, по типу там добивания и использования заложников, только придавали разнообразие в игру и ощущалось реально вау по сравнению с первой частью. В этой части, кстати, было несколько мега жалостных сцен, что прям реально до кома в горле. Да, спойлерить не буду, но кто знает, тот поймет. В итоге прошли мы вторую часть, проходили несколько раз и наверное уже через лет так три выходит третья. Узнал я о ее существовании через интернет у своего друга, насколько я понял, игру показывали на Е3, ну в итоге просто стал ждать. Узнал о выходе, но проблема была в том, что я находился в городе, где проживает Виджил, а там на тот момент была глушь полная. Игры можно было добыть где-то за 100 километров от города и то не факт. Но меня тут капец как спасал батя и с Москвы прям буквально через пару дней отправляет мне коллекционное издание третьей части. Кстати, на тот момент оно было не такое дорогое и я прям офигел и стоило оно где-то в пределах 3000 рублей вроде. Я кстати про это записывал ролик, поэтому можете посмотреть. В итоге я был радостный как никогда, поскольку третью часть я ждал невероятно и все мои ожидания оправдались более чем. Одна из лучших частей, поскольку она ощущалась новее, быстрее, свежее и при этом всем было сохранено, что касалось атмосферы и коопа. Кстати, третья часть поддерживает коопу уже на четверых, но я эту игру проходил опять же с братом и тоже капец как зашла. Кстати, третья часть гирзы это первая онлайн игра, в которую я вообще поиграл. Да, звучит странно, но до 2013 года я не знал, что такое онлайн. Но эта игра по сути все поменяла, после знакомства с онлайном я не выхожу с него по сей день. Кстати, помимо сюжета и онлайн в гире появился еще классный режим под названием Орда, в котором тебе нужно выжить волны, с каждой новой волной ты строишься, враги становятся сильнее, выживаешь. В общем, достаточно клевый режим, который жив до сих пор и который, кстати, с пятой части получил довольно много улучшений. Благодаря гире 3 я познакомился с русскоязычными игроками Xbox 360, очень часто собирались в частных играх, все друг друга знали, иногда ругались, было очень лампово. И если честно, жаль, что во времена Xbox One, Xbox Series в русском комьюнити гирь, ну что-то да поменялось. Если честно, скучаю по тем временам, поскольку в частных собирались всегда такие довольно-таки скилловые игроки. И несмотря на то, что ты знаешь уже, как и что будет кто делать, играть было интересно, но побеждать вдвойне. Вообще, Online Gears of War это одна из самых главных хишек этой игры, поскольку в каждой части он есть и приносит немало радости и боли. Да. Почему боли? Да, потому что это не редкость встретить отвратительный коннект, с помощью которого ты можешь подбежать в спину, выстрелить и не убить. Ну, в принципе, ребята, которые играют давно или которые ходят ко мне на стримы, знают, о чем я говорю. В момент знакомства с Online выходила часть под названием Judgment, тоже одна из частей, но она мне, к сожалению, вообще не зашла. Пытался начать проходить ее раз семь, но в итоге мы ее прошли на раз восьмой и вместе с Виджилом. Это, кстати, было не так давно, наверное, где-то два года назад, и так она меня и не зацепила. Поскольку получилось, на мой взгляд, без души, простенько и без какого-то особого интереса. От этой части почему-то серия Gears чувствовалась очень и очень слабо. Я просто не знаю, как по-другому писать, это просто надо ощутить. В итоге после Judgment выходит консоль Xbox One, после этого вышло переиздание первой части, которой я был крайне рад, ибо на Xbox One вообще не было никакой гири. Перепрошел, она, кстати, была полностью на русском, сидел в онлайне, брат уже гирем охладел, но меня она все еще цепляла механикой, перекрытиями, лансерами, гнашерами и подобной темой. Спустя какое-то время на E3 Xbox показывает четвертую часть серии, и тут я реально ахал и охал, поскольку четвертая часть, она получилась крайне нексгеновской. Да, поначалу меня смутили новые персонажи, поскольку всегда нравился отряд Дельта, но с выхода моего мнения поменялось полностью, и от четвертой части я реально обалдел. Она, пожалуй, стала любимой частью, поскольку там внесли много экшена, понравилось разнообразие игровых ситуаций, ибо практически каждую новую главу тебя ожидало что-то новое. Атмосфера, нововведение, естественно, графон, в сравнении с третьей частью это был реально прорыв. Естественно, понравился кооператив, и естественно, онлайн, я там провел тоже немало времени. Спустя время появляется пятая часть, тоже очень ждал, но на мой взгляд она получилась слабее, чем четвертая, поскольку кроме бессмысленного открытого мира, там чего-то нового не добавилось. Достаточно странное построение сюжета, где главный вопрос концовки предыдущей части раскрывается в середине, и дальше идет какая-то бессмыслица. Ну а концовка вообще дала жирный вопрос о том, что же будет дальше. Несмотря на то, что пятая часть понравилась мне не так сильно, я все равно жду продолжения, и до сих пор провожу там время, играя в онлайн. Кстати, недавнее сюжетное добавление про отряд из режима побег мне тоже очень понравилось. Интересно, динамично, и в принципе, что еще нужно. Еще одна часть вселенной Гири называется Герст Тактикс, но это совершенно другой жанр игр, который относится уже не к шутеру от третьего лица, а к пошаговой стратегии, которую я не особо люблю. В итоге даже из-за лора я не стал ее проходить, а он тут довольно-таки большой, поскольку есть множество отрядов, множество судеб, о которых вы узнаете по мере прохождения и не только. Кстати, по вселенной Гири выпускаются книги, мерч, фигурки, они у меня, кстати, тоже имеются. Единственное жалко, что в России серия почти не продвигается в плане каких-то турниров, поскольку одна из важнейших элементов Герст это онлайн, в котором можно просидеть, ну, немало времени, но вот почему-то вот так. Если же говорить о серии Герст в общем, это поистине крутая серия игр Xbox, которая реально многих манит и заставляет ждать. Если вдруг вы обладатель Xbox и все еще по каким-то там причинам не прошли эту серию, попробуйте. Все части этой серии есть в подписке Xbox Game Pass, поэтому поиграйте в них за копейку, но я считаю, что если у вас есть Xbox, то в Гирю вы просто чуть ли не обязаны попробовать поиграть. Не знаю как вам, но эта серия игр, эта вселенная меня заставляет ждать продолжения, ну а также оставаться на Xbox. Вот такой вот видос, на этом в принципе все. Большое спасибо за просмотр, если видос вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши истории о своей любимой игре и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok